Мне в руках афиша, зовут вот этот спектакль, очень красиво, мне сказать, что это с имитирован почерк самого Роберта Уилсона, который, мол, писал в 159 страниц, я поразилась, это благотворительный материал, который состоит из перевода пушкинских сказок с русского на английский, из каких-то там наличников, рисунков самого Пушкина, костюмов, там картинки, где старуха с корытом, лапти, то есть человек настолько погружен в русскую культуру, это все на 159 страницах, там и Билли Бин, там какие-то еще замечательные рисунки, а как проходит работа с актерами, потому что судя по интервью, он дает форму, которую актер сам, в общем-то, должен заполнять, так как он это чувствует, и потом зритель должен это чувство понять. Ну, он выражает все формой, она для него первостепенна, и мы должны выучить этот язык, он очень своеобразный, это балет, и важно все, как отогнут мизинец, как большой палец не должен быть отсоединен, он должен быть вместе с ним, это его балет, это его пластика, которым он выражает, так сказать, ту или иную тему, мы должны выучить это все, а дальше, честно говоря, он рассвечивает все это, есть разные образы, разные характеры, голосово, очень для него следующий этап, голосово очень важно, каким голосом говоришь, или каким-то образом, или звуком, очень важны какие-то акценты музыкальные, на которые ты должен применять положение ощущения, важно ощущение зала, потому что здесь все не натурально, все не бы того, мы потом уже в процессе, я надеюсь, в это очень верю, как вы говорите, мы наполним внутренним светом нашим, лампочкой нашей, Станиславским, а сейчас, безусловно, это форма, и big eyes, да, большие глаза, и больший смайл, большая улыбка, и все прежде, чересчур, и изначально это очень неловко и неудобно, кажется, но когда ты видишь со стороны своих коллег в таком гриме, то здесь не может быть никаких полутонов, все очень масштабно, все очень крупно, и тогда это работает, масштабно скорбь, масштабно радость, масштабно crazy, понимаете, безусловно, как некий такой, даже клоунский какой-то, почти детский язык, но это, так сказать, поверхность, потому что за этими образами, ну, не знаю, мне по луне всплывается, наш, там и тайна, там и печаль, там и глубина очень большая, например, меня совершенно неожиданно спрашивают старик про сказки Пушкина, да, как он, наше, так сказать, наше все, Александра Сергеевича, а он по-другому ощущает это, для него, старик и рыбка, это философская притча, там есть очень грустные и трагические какие-то ноты. А то, что надо усмирять гордение, желание, а что... Это каждый как раз, Гуля абсолютно права, каждый потом будет воспринимать, видимо, я воспринимаю какие-то вещи по-своему, мы все по-разному воспринимаем его язык. Он ведь аутист, да, он ведь с детства болел этой болезнью, и он, честно говоря, преодолел ее, хотя друзья его, круг, они есть, я его видел в Нью-Йорке, в его школе, его друг, который с ним одна годка, с Уилсоном, он аутист, который вот так на щелчок Уилсона считает 356 789 разделить на 548 и так далее, он выдает через секунду ответа. Он своеобразно воспринимает этот мир, поэтому этот язык, он очень... Только его, никого другого, это интересно. Мне кажется, это многое объясняет, кстати. Да, вот это воспринимание, когда это вообще какой-то свой мир. Он по-другому... Когда мы репетировали в зале, он не смотрел на сцену, он только рисовал картинки. Только рисовал, потому что звук очень много значит, он ощущает как-то... И вы видите, какое это мучение? Это на самом деле пытка. Я вот его дежурю как расписание, в 8 утра грим, потом небольшой перерыв на 15 минут, потом обед с 2-х строго, с 2-х до 3-х, потом опять небольшой перерыв, буквально там минут на 15, и до 9-ти вечера, а сейчас 10. Ну это, знаете что, это как бы, ну, график выпуска всегда сложный. Вопрос в другом. Если бы меня спросили, что я... Больше всего, чему я научился, или учусь сейчас в этих репетициях, терпению. Это должно быть ангельское терпение, потому что для него важно очень интуитивно найти, как эта сцена, куда она пойдет, в ту или другую сторону. Для этого мы все манекены, мы все куклы. Во-первых, смелее гордыню, а во-вторых, просто элементарное терпение. Те, наши все ребята... У меня вот такие, во-первых, каблуки, очень сложно стоять, а кто-то стоит под светом, где ты ничего не видишь вообще, и еще, не дай бог, ты изменишь позу в течение этих полчаса, пока он решит. Это терпение адское. Я знаю, что это не только с русскими артистами, но так работает по всему миру. И Бриллин-ансамбль уже это изучили, азбуку, они уже там просто как солдатики все делают. Туна рассказывал про Леди Гага, которую он заставил 8 часов лежать в одной позе. Она его прокляла, потом помиловала. Но это... Он так работает. Это похоже на трейлеры тоже, которые проклянут все акценты, с ним работали, но при этом они в истории оказываются впечатаны ролями, которые у него. И ощущение, что у меня не твит-вит-вит-вит, что это действительно что-то такое невероятное рождается. Вот мы заглянули на репетиции, которые пока еще никто не снимает и не показывает, это рождает еще больше какие-то ожидания. Но декорации фантасмагорические, музыка удивительная. Все, мне не знаю, что-то какое-то 3D, костюмы невероятные. Я просто пытаюсь передать словами то, что вижу. Это не очень здорово получается. Но мне кажется, это действительно будет какая-то удача театра. Я даже боюсь говорить, потому что это такой огромный материал. Для него очень сложно. Он такие большие спектакли в последнее время не делал. Большие по объему. И он никогда не делал в России спектакль с русскими артистами. Все-таки там он не разговаривает на одном языке. И в Европе много раз ставил, в России никогда. Это касается не только, кстати, артистов, а и вообще технической базы. И мы должны быть готовы. Он может поменять в какой-то момент, менять декорации, менять костюмы. Это очень все непросто. Но я могу сказать, что чудо... Раньше я воспринимал его спектакли все как чудо. Они на меня действовали как абсолютный miracle. Я не понимал, как это сделано из воздуха. А сейчас я вижу, как это чудо делается. Очень тщательно. Очень мучительно. И для него в том числе. Да, это, конечно, удивительный процесс, который, мне кажется, даже фиксировать хочется. А потом к нему возвращаться. Нет, записи никакие не выдают. У меня? Записи зайдут все вокруг технические службы, потому что каждый день там все фунши-то меняет. Но мне сейчас пока не дает. Может, потом, когда-нибудь я что-нибудь запишу. Семь. Но Пушкин, он же вообще непереводим. Все утверждают, переводчики, что Пушкина перевести вот аутентично, со всеми его вот этими рифмами, со всей этой красотой, с музыкой, да, которую чувствует русское ухо, это же невозможно. Поэтому он не столь популярен, в общем-то, за границей, как в чехах. Ну, уже больше, более популярен уже, так сказать. Его очень хорошо знают. Но дело не в этом. Все-таки эта идея взять в сказки была наша. И я понимал, что я не просто, так сказать, приглашаю его на Пушкина. Это фольклор, понимаете? Это все равно музыку он очень хорошо ощущает. Он не начинает репетировать без музыки, пока ему что-то не наиграет. Он говорит, не то. Вот, да, давайте. И он отталкивает, взял звук, и начинает дальше, значит, что-то... А Пушкин это и есть звук. И вообще, текст для него, кстати, не самое важное. Здесь сейчас он вдруг понимает ценность пушкинского стиха, и поэтому это объединяет мюзикл. Получается, я не знаю, были ли до этого сказки Пушкина музыкальные, поставлены наверняка где-то были, но музыку пишут ку-ка-розе, и они просто какие-то делают хиты из пушкинского стиха. И мы все поем круглосуточно все, что они там начинают. Ну да, там что-то в рехнине я слышал, да? Ну, тут нет такого даже... Они не пишут, как сказать, заранее. Все рождается от сцены, понимаете? И я не знаю, что я буду делать. Это не так, как обычный мюзикл готовить, когда все уже расписано, надо выучить, дальше срепетировать, дальше премьера, все такое. Нет, это может быть рэп, а дальше рэп отменить, скажут, здесь должна быть скрипка, и все. И на скрипку будет положен уже голос. Это на замыслу 8 лет, да? Я вот слушаю, думаю, что 8 лет шли к этому. Нет, нет, не замыслу. 8 лет мы когда с ним познакомились, мы задумались что-то сделать вместе, менялись различные замыслы как раз. Ну, идеи. Да, идеи. И как всегда, иностранцы очень боятся работать в России с большим количеством артистов. И пример тому Робер Лепаш, который сказал, что нет, только будет ману-спектакль. И я просто уговаривал вместе с моим товарищем, с Роман Должанским, сделать спектакль. Мне хотелось как можно больше, чтобы наших артистов почувствовали Вилсона и поработали с ним. Но эксперимент удался. Ну, дай Бог, ты затухал. Это спектакль, на который трудно достать билеты, там, как на этом шукшинский рассказы, который совсем другой опыт имеет. Там как раз таки, я помню, когда Роман Должанский зачитывал там смс-к от какого-то друга, первой гастроли в Австрии, там австрийская публика очень чувствительна, нельзя чересчур, надо все очень тонко, и наоборот, как-то деликатно, и можно более естественнее. А тут совершенно другая история, совершенно обратный эффект. Но я думаю, результат будет аналогично, простой и... ни пуха, ни пиры. С Богом.